привет друзья добро пожаловать в новое видео мы с вами продолжаем гулять по рождественскому вильнюсу и несмотря на то что позади зеленая трава ничто не напоминает о том что на самом деле сегодня 1 декабря тем не менее продолжаем исследовать местам и окажемся с вами в районе паупис ну и заодно заглянем в ужопис я думаю что к моменту когда мы спустимся уже немножко опустятся сумерки и как раз зажгутся все огни так что будет очень красиво продолжайте смотреть и давайте гулять вместе желаю приятного просмотра на прошлой неделе мы гуляли по самому центру вильнюса побывали на рождественской ярмарке и видели как впервые в этом сезоне зажигаются гирлянды на главной еле литвы обязательно загляните в этот выпуск если его пропустили потому что он станет приятным продолжением сегодняшней видео прогулки по зимнему вильнюсу сегодня же мы погуляем по менее шумным но от этого не менее очаровательным улицам старого города и окунемся вглубь уютных кварталов паупис и ужопис которые несмотря на соседство и общую границу по реке вильняле не похожи один на другой и окутывают своей уникальной атмосферой проходим мимо бастиона и руин городской стены чтобы насладиться видом на доминанта вильнюса если перечислять слева направо видим шпиль никольской церкви затем костел и колокольню которые являются частью вильнюсского университета небоскребы православный собор и башню гедемина здесь на склоне летом проходят фестивали а зимой катаются на санках и ватрушках так что уже сейчас установили сетки чтобы катаясь с горы не оказаться на дороге у нас уже был первый снег но дольше двух дней он не продержался поэтому будем ждать когда вильнюсе установится настоящая снежная зима и тогда опробуем гору для спуска в палпе стоит заглянуть потому что к благоустройству и украшению пространство в этом районе всегда подходит креативно и ярко это совсем новый квартал некоторые дома здесь еще строятся но основной массив уже сдан и потихоньку обживается новыми хозяевами во всяком случае здесь всегда живо вне зависимости от сезона и брутальные материалы вроде ржавого металла и темного кирпича отлично смягчает бегущая река и огромные просторы зелени летом здесь вообще полное ощущение загородной жизни но нам сегодня все же интересные рождественские декорации и на главной площади района где в теплое время журчит фонтан сегодня расположились очень стильные олени в теплых сноубордных костюмах с диско-шаром и в компании белосеребряных елок отличное место для фотографий сейчас темнеет невероятно рано около половины пятого поэтому чтобы захватить побольше света нужно двигаться быстрее впереди по курсу у нас творческий квартал ужупис как раз за рекой которая в лучах закатного солнца сегодня мне навеяло мысли о кисельных реках из какой-то давней сказки любопытно что кисель это важный атрибут на литовском рождественском столе и в следующем видео мы с вами подробнее поговорим о кулинарных традициях литвы зайдем в любимые продуктовые магазины и сравним ассортимент и цены на главные праздничные ингредиенты в ужупис всегда что-то меняется один бутик сменяется другой мастерской мигрирует кафе и появляются арт-объекты неизменно только одно ангел в самом сердце квартала который кстати тоже был тут не с самого начала и если вы смотрели мое видео из летнего ужуписа или просто давно живете в вильнюсе то точно знаете что было на месте ангела в прошлом давайте в шутку установим название этого объекта как кодовое слово и если вы распознали пароль пишите его в комментариях посмотрим сколько здесь истинных знатоков города здесь в ужуписи обязательно нужно заглянуть в антикварную лавку даже если вы не фанат старых вещей отнеситесь к этому месту как к музею и просто наслаждайтесь экспонатами сразу следом пограничный пункт он же информационный центр для туристов и гостей и сувенирный магазин тоже украшенный в зимней тематике раз уж мы так близко не можем обойти вниманием великолепный костел святой анны который выделяется еще более насыщенным цветом кирпича после заката в преддверии городских фестивалей и праздников у кафе и магазинов вильнюса можно увидеть какой-то относящийся к событию объект и сейчас это красные сани на них по штрих-коду можно узнать все детали программы зимних развлечений в городе так или иначе мы опять в центре вильнюса во второй день работы ярмарки народу не убавилось окажется наоборот но я тоже не устояла и решила пройтись по тем же улицам кстати наконец вблизи повстречался рождественский паровоз а дальше красиво подсвеченный каток который будет радовать посетителей до 26 января кататься на коньках в такой чудесной центральной локации можно каждый день с 10 утра до 10 вечера а по пятницам и субботам до 11 вечера длина сеанса составляет 45 минут причем первые два сеанса каждый день абсолютно бесплатны для всех желающих цена билета составит от 5 до 7 евро уже совсем стемнело так что давайте сейчас зайдем еще в пару магазинчиков и посмотрим какие украшения для дома и елочные игрушки можно приобрести в этом году в прошлом видео с ярмарки вы просили меня показать украшения поближе и побольше так что исполняю должна сказать что нет почти никаких повторений прошлогодней коллекции все идеи и дизайн новые и очень красивые здесь есть огромные кружки для горячих напитков необычные фигурки на елку и с моей особой любовью к матче я думаю мне стоит купить этот экземпляр здесь также много свечей и звезд которые не только создают уют темными вечерами но и согревают теплым свечением напротив этого дизайнерского бутика есть еще один винтажный магазин но он совсем другой энергетикой в отличие от маленького уголовного уголка в ужеписи которые мы посетили немного ранее здесь и дамские наряды и массивные украшения конечно рождественская посуда и куча маленьких мелочей а а друзья если сегодняшнее видео вам понравилось то конечно ставьте лайк обязательно заглядывайте в предыдущие выпуски я здесь оставлю вам рекомендации если вы хотите продолжить путешествие по рождественскому вильнюсу и самое главное конечно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить ни одно новое видео в декабре их будет довольно много увидимся с вами уже очень скоро всем пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok